Так, еще раз всем привет. Спасибо, что присоединились. Если слышно меня хорошо, видно хорошо, напишите что-нибудь. Антон, ты пока можешь выключить камеру, просто я буквально пять минут поговорю сам с собой. Да, отлично. Итак, сегодняшняя тема очень интересная. На самом деле, действительно, вот, не знаю, кто из вас, например, слышал вообще о том, что такое FireChat, даже интересно. Если кто-то слышал или пользуется, тоже можете написать. Ну, кроме Антона, наверное. Я, честно говоря, еще нет. Но надеюсь, что после сегодняшнего вебинара я начну им пользоваться. Да, и тема сегодняшнего вебинара звучит как FireChat, что такое, и общение без интернета и сотовой связи. То есть, действительно, есть такие инструменты сейчас, которые позволяют нам общаться, когда нет интернета и когда нет сотовой связи, с помощью наших мобильных устройств, смартфонов. Ну, практически у всех сейчас уже такие более современные смартфоны, поэтому я думаю, что это не проблема. То есть, то, что под управлением iOS и Android. Буквально сейчас несколько слайдов стандартных покажу. Значит, пару слов о себе. Меня зовут Алексей Ницца. Я являюсь вебинтередактором Теплицы. Также я делаю вебинары и видеоуроки. То есть, вебинары – это то, где вы сейчас присутствуете, видеоуроки – это такие небольшие видео. Что значит вебинтередактор? Это значит, что все, что касается инфопартнерства, по мероприятиям каким-то, вы можете обращаться, опять же, ко мне по моей электронной почте или вообще по каким-то другим вопросам, связанным с тем, что я делаю. Так что, пожалуйста, пишите. С радостью отвечу. И сегодня у нас приглашенный спикер – это Антон Меркуров. Он является медиаэкспертом и представителем FireChat в России. Ну, более подробно, естественно, он о себе расскажет сам. И еще в двух словах я расскажу о том, что наш сайт выглядит так. Кто не слышал о том, что мы делаем, я надеюсь, что, наверное, все слышали, но, тем не менее, просто это примелькалось в глазах. У нас такого зеленоватого цвета. И главная наша задача – это мы связываем некоммерческие проекты, некоммерческие организации с IT-сектором. То есть, рассказываем им друг о друге, условно говоря, да, некоммерческим организациям. Мы рассказываем о том, как пользоваться разными технологиями, интернетом для того, чтобы сделать свою работу более эффективной, некоммерческими организациями, да. А IT-сектору рассказываем о том, что как классно делать очень полезные, общественно важные сервисы, услуги для того, чтобы действительно помогать обществу. Таким образом, на нашем сайте можете найти много чего интересного, и я думаю, что вы нас читаете. Если еще нет, то присоединяйтесь. И по поводу вебинаров, если вы какие-то вебинары из наших пропустили, все видеозаписи вы можете найти, во-первых, на нашем сайте. Это вот вкладка мероприятий, и там, если вы перейдете туда, то вы найдете, условно говоря, пост-релиза всех вебинаров. Это видеозаписи, это презентации. И также, естественно, вы можете посмотреть наши вебинары на плейлисте на YouTube. Тоже достаточно удобнее, ну, кому как, собственно. Поэтому, если что-то интересно хотите посмотреть или не видели, можете зайти туда, увидеть. Мы проводим два вебинара в месяц, соответственно, вебинаров накопилось уже достаточно много. Поэтому welcome. Ну, собственно, все, да, что я хотел сказать. Теперь я передаю слово Антону. Антон, ты, пожалуйста, загрузи свою презентацию, чтобы все ее видели. А я проверю, чтобы было видно. Все видно? Сейчас, пока еще нет. Там надо нажать начать трансляцию. Что-то такое. Вот, да. Теперь видно. Все, значит, я передаю тебе слово, сам отключаюсь. И по мере поступления вопросов, естественно, я буду там, может быть, тебя голосом немножко останавливать. Ну, надеюсь, что нет. Ну, все, тогда я отключаюсь и вперед. Здравствуйте, спасибо, что пришли послушать этот вебинар. Меня зовут Антон Меркуров. Я вкратце расскажу о себе и чем я занимаюсь. Последние 10, наверное, лет, а может и больше, я так или иначе занимался всем тем, что связано с медиа и коммуникациями. То есть от, грубо говоря, протягивания когда-то себе домой интернет-проводов и обеспечивания целого дома и района интернетом до в последние годы занимался тем, что изучал, как интернет влияет на нашу жизнь, как влияют медиа. И работал в разных и с разными компаниями, в том числе вот какие-то данные, какие-то знания пытаюсь передавать на факультет журналистики МГУ на кафедре новых медиа и коммуникаций. И в качестве, наверное, такой общественной нагрузки я достаточно много и часто комментирую всякие новости про интернет, чаще всего по радио, иногда по телевизору, и поэтому быстро говорить и много научился и умеет достаточно хорошо. Значит, про FireChat у меня интересная история тоже есть, потому что, естественно, я как эксперт комментировал и появление этого мессенджера в новостном потоке тоже, прокомментировал, обрадовался, сказал все нужные слова, которые нужно сказать в этом случае. И как-то подзабыл до того момента, когда создатели этого сервиса со мной не связались и не предложили поработать в компании OpenGarden, чтобы более лучше так рассказывать людям о том, что это за технология, что это за мессенджер, куда это ведет. Для меня это было очень интересно, потому что вот есть какие-то темы, на которые сложно говорить, сложно объяснять, сложно понимать. Я сам какое-то время в это вникал, и поэтому сейчас, когда вник, с большим удовольствием передаю это дальше. Вот как-то так. Вебинар будет разбит на две части. Первая часть. Я расскажу про историю коммуникации вообще, очень кратко и поверхностно. Также расскажу, что с нами будет с точки зрения коммуникации в ближайшие уже годы. И, наконец, расскажу про сам мессенджер FireChat, хотя, как мне кажется, он тут совсем не главный, об этом я, впрочем, тоже расскажу позже. Если у вас будут какие-то вопросы, если что-то непонятно, пишите в чат, обязательно отвечу и как-то дополню выступление. Не стесняйтесь, перебивайте, я думаю, на какие-то темы я всегда готов буду отступить от темы и вообще вот к линии вебинара. Вот, но в любом случае, насколько я понимаю, потом можно будет задать любые вопросы, на которые я с удовольствием отвечу. Итак, поехали. Начнем сначала с того, как все происходило в последние годы. Как вы помните, произошел бум социальных сетей. То есть я помню время, когда можно было стоять в очереди в Москве в каком-нибудь куда-нибудь и слышать вокруг себя одноклассники, одноклассники. Я нашел его на одноклассниках. Потом появилось множество других сервисов. Они стали очень легко интегрироваться в нашу жизнь, потому что зарегистрироваться полностью в Facebook или Twitter, можно где угодно. собрать своих друзей. В социальные сети пришел бизнес, пришли медиа. И был такой мем, что в социальной сети это интернет в интернете. То есть ты сидишь в социальной сети, и у тебя там как бы есть все. Общение, друзья, игры, развлечения. Опять же газеты, опять же бизнес, кнопка «купить не выходя». То есть такой полный комбайн. Однако, однако, важно понимать вот какие вещи. Значит, во-первых, все потихоньку. То есть если раньше компьютеры были персональные, тяжелые, неудобные, все это было подсоединено к интернету проводами, то сейчас все, о чем мы говорим, касается исключительно мобильных телефонов. Я думаю, в домашнем обиходе персональный компьютер уже умер. И вот в качестве личного эксперимента планирую сейчас выйдет, когда новый iPad Pro прожить без ноутбука вообще. Потому что большинство дел, которые мы делаем ежедневно, с ними справляется или планшет, или мобильное устройство. И поэтому, в общем, все становится мобильным. И персональные компьютеры мы, скажем так, уже не обсуждаем. Вообще, какие-то вещи буду, может быть, немножко передергивать, так и ухудшать. Что, например, про социальные сети я считаю, что все, это уже отыгравшая свое дело и история. Это уже прошедший тренд. И, в общем, штука достаточно интересная. Я вот пять лет назад активно в России продвигал Facebook, добился... Причем не работая на Facebook, добился каких-то успехов. Сейчас я считаю, что все эти сервисы, Twitter, Facebook и другие уже не актуальны. Важный момент. Все, что строилось в интернете до недавнего времени, как и интернет-провайдеры, так и интернет-сервисы, были построены по иерархическому признаку. А, ну это вот сейчас чуть-чуть, прошу прощения, чуть-чуть я не дойду позже до иерархического признака, и сейчас поговорим про мобильные телефоны. Это все вот эти вещи, они, с одной стороны, казалось бы, далеки от мессенджера, с другой стороны, очень связаны. Количество людей, использующих мобильные телефоны, растет с каждым днем, с каждым годом на миллионы устройств в месяц. Количество трафика, которое мы потребляем с мобильных телефонов, тоже растет очень большими темпами, потому что, ну вот, когда вам приходят обновления какие-то, вы знаете, это уже гигабайты там практически. И нас становится больше, мы все больше подключены к интернету, больше расходов трафика, однако стоит заметить, что денег оператору мы больше не платим. Если вы следите, то, наоборот, цена уменьшается, операторы демпингуют, и при этом они начинают использовать, испытывают очень большие проблемы. Большие инвестиции в инфраструктуру, собственно, в вышки сотовой связи, которые операторы потратили, как-то должны оккупаться и отбиваться. Делать все это тяжелее, так как, я напомню, платим мы, если не меньше, то практически не растет наша месячная плата. При этом, так как нас все больше, больше и больше, а в крупных городах это сильно актуально, и особенно это чувствуется там на массовых мероприятиях, вы приходите на какой-нибудь концерт, и у вас телефон начинает перегреваться, потому что оператор не может справиться с нагрузкой. Вышка сотовой связи, типичная LTE, L4G, поддерживает, если я не ошибаюсь, 250 одновременных соединений, что, в общем и целом, обязывает операторов или ставить дополнительные вышки, или как-то пытаться, может быть, экономически сдерживать пользователей. Если вы живете в крупном городе, там, походите по Москве, по Санкт-Петербургу, вы увидите, что весь город усыпан как грозьями, вышками сотовой связи. Но по большому счету, об этом тоже будет чуть позже, это все прошлый век, потому что, ну, нельзя уже в городе ставить дополнительные вышки, это обходится все дороже, и операторам становится все тяжелее и тяжелее. В общем, сейчас, наверное, если выбирать из наших всех окраслевых бизнесов, тот, кому сейчас будет тяжелее всего, это, конечно же, сотовые операторы, потому что, вот если читали сегодня в новостях, что Билайн будет свои вышки продавать другой компании, они вообще пытаются как-то с вышками что-то сделать, потому что все это становится очень тяжело с точки зрения финансовых расходов. Вторая проблема, она, на самом деле, для развивающихся стран очень актуальна, что общение стоит дорого, и трафик стоит дорого, и посоведники в лице операторов, на самом деле, достаточно на нас зарабатывают, и немногие, и часто просто по экономическим причинам, не могут себе позволить общаться, даже если, предположим, у них есть уже телефон. Как вы понимаете, купить телефон – это половина беды, дальше вам придется платить за предложение, платить оператору сотовой связи за связь, доплачивать за интернет, и экономические причины тут тоже играют большую роль, потому что в целом будущее устроено следующим образом, любая услуга, любое явление, которое сегодня стоит дорого и является чем-то важным, с течением лет становится бесплатной и становится неважной. Вот самый очевидный, пожалуй, пример, нашумевший – это история с такси, что таксисты 20 лет назад, 15 лет назад, это была уважаемая профессия, доходная, это специальные люди такие были, вот появился Uber, и такси ушло до нажатия одной кнопки, и важность человека в автомобиле, который вас везет, становится меньше. Как вы понимаете, когда появятся беспилотные автомобили, будут большие забастовки таксистов, потому что такое явление, как водитель, особенно касается и крупных городов, и новых строящихся, тоже отойдет на второй план. Вот по разным прогнозам в Нью-Йорке к 2018 и 2019 году уже появятся машины без водителей, что тоже приведет к какой-то эволюции. Также и с общением, что с одной стороны, если вы помните, есть такая штука, как SMS, есть штука, как международные, междугородные звонки, и как только появились мессенджеры, как только появилась авиа-телефония, сервисы, типа, ну вот любые звонилки, от Skype до Viber, и, по-моему, сейчас звонить можно вообще через что угодно, то, соответственно, и зарабатывать оператором на международных звонках все тяжелее, то есть у них все больше и больше проблем, но вот экономически, пожалуй, самое интересное из этих. Ой, прошу прощения. Промотал. Значит, теперь переходим к иерархии. Иерархическая топология, иерархическое строение всего нашего интернета отличается тем, что каждое устройство по иерархии доходит сверху до конечного провайдера. Как пример, ваши все домашние устройства подключены к роутеру, роутер проводом подключен к какому-то главному роутеру в вашем здании, дальше все это по единому проводу отходит к оператору, или как вот в случае с иллюстрацией, которую вы видите, к базовой станции. Также, по сути, строятся и строились, точнее, все интернет-сервисы. То есть в случае взять, не знаю, Twitter и Facebook, у них есть масса серверов, к которым мы подключаемся, и, соответственно, как вот пример при падении сервиса, ничего не работает. Это историческое развитие интернета, и сегодня мы входим в тот момент, когда иерархическая топология, где все узлы и последовательства подключаются к верхнему, она может звездной называться, там в разных случаях разная, отходит на второй план, и приходит смешанная топология, так называемые меш-сети. Меш-сети — это сети, где каждое устройство абсолютно независимо и может связываться с любыми другими устройствами. Вот на иллюстрации это как-то более-менее показано. К сожалению, как это не смешно, по меш-сетям еще не так много даже проиллюстрировано, и не так много красивых картинок есть. Особенность меш-сети, вот из тех, которые мне глубоко симпатичны, во-первых, она устойчива. То есть если вы, например, в случае иерархической топологии сломаете роутер какой-нибудь или на пути от вас до интернета что-нибудь сломается, все перестает работать. Так как в смешанной топологии каждый участок, каждый субъект автономен, то выключение сети одного, нескольких или многих субъектов просто перестраивает маршрутизацию сети и делает ее, собственно, достаточно неуязвимой. По этой причине. И плюс есть еще множество интересных возможностей, типа балансирования внутри сети трафика, изменения как раз топологических вещей. И то, что мне, даже не то, что мне, а то, что было актуально в разных странах, где проходили всяческие демонстрации, такую сеть невозможно практически положить. То есть так как каждый узел в этой сети одновременно является и сервером, и передатчиком, то она достаточно устойчива. Тут, опять же, в чем сложность темы, что так как у нас на разных участках сети есть разные каналы, опять положим, от вашего телефона до базовой станции это сотовый канал, от базовой станции идет провод, от провода идет магистральный канал через океан из интернета, то на разных участках разные истории, и появление смешанной топологии на нижнем участке, на так называемом последнем мире, то есть вот вокруг нас с вами, дает принципиально новый уровень свободы, потому что открывает, вот насколько ваш телефон излучает мощность, настолько вот вы и в интернете, и настолько, соответственно, на те самые метры, 60 метров, об этом тут чуть позже, сейчас телефон умеет транслировать, вот настолько расширяется ваш интернет. Скопление таких устройств, соответственно, расширяет сеть, делает ее большой, без инфраструктуры, и тут вот важный момент, рассказывать про FireChat, так как наши телефоны все являются одновременно и серверами, и передатчиками, вот это позволило, например, на Таите запустить сеть без участия оператора для оповещения людей о каких-то стихийных бедствиях. Интернет пришел в воздух. Что это значит? Что сегодня у вас есть какой-то провайдер, это может быть сотовый провайдер, это может быть домашний интернет-провайдер, может быть, их может быть несколько, там вы платите за дом, за домашний интернет отдельно, и отдельно за сотовый, но с появлением маршрутизации как провайдеров становится множество, интернет, вот как минимум вокруг вас, может быть общим. То есть значимость провайдера, по большому счету, отходит на второй план. Ведь для меня, например, очень странная вещь, смотришь в доме десятки Wi-Fi точек, все они закрыты, и мы все, каждый по отдельности, каждое домохозяйство, платим абонентскую плату за пользование интернетом, хотя, казалось бы, вот сайда и пространство вокруг нас, оно вполне, ну вот наэлектризовано, это не очень верно, наинтернечно, то есть интернет, он стал вокруг нас, мы отцепились от проводов, и в каждом из наших устройств, это и Wi-Fi, и Bluetooth, и модуль GSM-LTE, он расширяет для нас это пространство интернета. Вот когда понимаешь, что интернет, он в воздухе, он как бы ничейный, то есть туда приходит какой-то интернет от разных провайдеров, то, конечно, представление о коммуникации вообще начинает сильно меняться. Итак, переходим непосредственно к FireChat и к мессенджерам вообще. Как я вначале сказал, социальные сети — это отыгранный тренд, их мы сейчас будем видеть, их угасания, это можно посмотреть и как по котировкам акций Твиттера, которые тоже построены по иерархической технологии, и самая смешная шутка когда-то была среди сотрудников Твиттера, что для них главная беда, когда условно «Бейонс» разговаривает с Твиттером и с Кастиной Агилерой, то есть когда два больших крупных медийных субъекта начинают коммуницировать, что создает очень большую нагрузку на сервера. Мы стали все постоянно в онлайн, телефон, подключенный тем или иным способом к сети, у нас в кармане. Мы хотим и можем общаться прямо сейчас, в реальном времени, с массой людей, и если вы посмотрите, вот сейчас для меня главный предмет изучения, это, конечно, молодежь, то есть те, кому сейчас от 16 до 21, предположим, года, естественно, все пользуются мессенджерами, все там коммуницируют, и социальные сети уже подходят на второй план. В принципе, в мессенджеры начали встраивать уже все, вот у меня тут примеры игры «Платежи, заказ, такси», но я думаю, есть и шопинг, и еще масса вещей. Опять же, вот мессенджеры становятся, скажем так, новыми социальными сетями, и это результат и технологического, конечно, прогресса и идеологического. Сейчас выбор из мессенджеров — это сотни разных приложений с разными функциями, которые себя продают, скажем так, под разными соусами. Кто-то, вот сейчас актуальна безопасность и приватность общения, кто-то говорит, что мы самые защищенные, кто-то говорит, что у нас самые интересные стикеры, кто-то говорит, что через нас можно проводить платежи, банк Тинькофф выпустил, по-моему, приложение для обмена деньгами, пересылки денег в мессенджеры, и мессенджеры входят в обиход, и примеров использования достаточно много. Вот когда готовился, читал про использование мессенджера с платежами в жизни учителей в одной из стран, учительница пишет в мессенджере всем родителям сообщение, что мы вот завтра с детьми идем на экскурсию, и вам, дорогие родители, нужно скинуться по сколько-то долларов. И прямо каждый родитель из мессенджера может перевести на счет учительницы нужную сумму. Очень удобно для коммуникации, организации и других вещей. И, в общем, начиная с сегодняшнего года и далее, именно мессенджеры станут таким трендом и новым хайпом на ближайшие несколько лет. общение нам необходимо, мы это делаем много, с удовольствием, друг с другом вместе, по отдельности, в разных форматах. Мессенджеры это тот самый интерфейс для общения между одним, двумя или несколькими людьми. И бум, в общем, ожидает достойный. Так что готовьтесь смотреть. Плюс, что важно, опять же, благодаря, спасибо социальным сетям, было еще смешное мем, что одноклассники научили пользоваться наших бабушек и дедушек интернетом. То есть с мессенджерами опять же стало достаточно просто, вы устанавливая новый мессенджер, можете легко туда позвать друзей, он интегрируется с адресной книгой, и по большому счету, конечно, есть история, что там перетащить людей с одного коммуникационного инструмента на другое достаточно тяжело. Я вот сам много лет часто говорю, давайте не пользоваться этим, дорогие друзья, а пользоваться вот этим. Но в целом это все достаточно прозрачно стало и легко. То есть остановить приложение, найти друзей и начать общаться, вне зависимости от того, какое это там коммуникационное приложение, стало достаточно просто. ой, я опять не на ту кнопочку нажимал, простите, пожалуйста. Теперь, собственно, к истории вопроса. Расскажу про компанию OpenGarden. Компания OpenGarden последние четыре года занималась тем, что разрабатывала технологию объединения устройств в единую сеть, чтобы интернет был общий, предположим, вот в качестве примера, представим себе десять устройств, пять из которых подключены к интернету, а пять нет. Соответственно, в единой сети OpenGarden все устройства будут подключены к интернету, будет выбран лучший маршрут для трафика, этот трафик будет сбалансирован внутри сети, и тот, у кого есть интернет, поделится им со всей сетью, тот, у кого интернета нет, получит доступ в интернет. И по большому счету сеть устройств OpenGarden, это по цитаты из газет, я поддерживаюсь, конечно, как сотрудник компании этой версии, но тут сошлись на газеты, это действительно может быть следующая версия интернета, потому что это сеть без какой-либо внешней инфраструктуры, но вот на низких участках, основана исключительно на наших устройствах. Наши все устройства сегодняшние мощности достаточно мощные, они могут между собой общаться на разумном расстоянии, сегодня по Wi-Fi и Bluetooth это 60 метров, чуть позже, я думаю, или в этом следующем году компания Qualcomm выпустит чипсеты для мобильных устройств с поддержкой технологии LTE Direct, которая позволяет на более большие расстояния создать устройство, по-моему, до 500 метров. И то есть наше устройство вполне ладно несравнимое по мощности с персональным компьютером прошлых лет, но и по излучению радиосигнала, учитывая, что датчик там стоит не один, а несколько, то это вполне себе мощные девайсы, сравнимые с вышкой сотовой станции. И вот компания разрабатывала эту сеть, пока вполне успешно выиграла все конкурсы, выиграла хорошо, там TechCrunch выигрывала, все премии за инновации, все хорошо, но казалось, то ли сфера применения достаточно еще не до конца понятная людям, то ли хочется как-то попроще объяснить, зачем эта сеть нужна, и просто ради теста написали мессенджер, который позволяет вот в этой сети обмениваться сообщениями. Так появился мессенджер FireChat. Пару слов о создателе, собственно, главный создатель мессенджера Станислав Шелунов, выпускник Мехмата МГУ, он уехал после окончания Мехмата в Соединенные Штаты Америки, и сначала работал на консорциум Интернет-2, Интернет-2 это некая организация, которая занимается доставкой данных из Большого андронного коллайдера в разнообразные университеты и вузы, и господин Шелунов разрабатывал для них протокол, который позволяет уменьшить потери данных, так как там экзабайты данных, да и потери этих данных на передачи на большие расстояния. Так появился протокол LEDBAT, который сейчас используется для передачи трафика, примерно 25% всего трафика в мировом интернете. Позже, я не буду углубляться, он был продан и компанией Apple, и использовался в BitTorrent, соответственно, вот благодаря этому протоколу успешно работает Apple Software Update, а как вы понимаете, достаточно неторивиальная задача выкатить гигабайтные обновления на тысячи, тысячи, сотни тысяч устройств. Вот протокол, который позволяет потери уменьшить передачи, увеличить скорость, как раз вот и изобрел Стас Шелунов. Но потом он оттуда ушел и вот занялись с партнерами, многие из которых работали, кстати, в BitTorrent и разрабатывали клиент U-Torrent, то есть такие все ребята продвинутые с большим опытом, начали заниматься сетью, которая объединит все устройства, объединили, все хорошо получилось, и вот появился мессенджер FireChat. Никто на самом деле не ожидал, что он взлетит, для всех было неожиданностью, однако сначала был фестиваль Burning Man, это фестиваль в пустыне Невада, где нет связи, и там протестировали, оказывается очень удобно, что можно общаться без интернета между собой на короткие расстояния. Потом случились протесты в Гонконге, как раз это была самая главная новость, после которой FireChat узнал весь мир. Я напомню, в Гонконге на продемократических протестах на улицах города собрались тысячи людей, и даже, несмотря на то, что государство не предпринимали, силовые органы не предпринимали попыток глушить связь, а сотовые операторы с этим не справлялись, потому что, сами понимаете, митинги, протесты, все обмениваются фотографиями, впечатлениями. И FireChat обеспечил связь вот как раз в такой толпе, и стал всем известен, и стало очевидно, что вот, раз такой продукт в рамках строящей сети восстановлен, значит, надо его развивать. Собственно, пошло-поехало, и практически все мировые крупные мероприятия, фестивали музыкальные в США, на Филиппинах, когда были наводнения, если не ошибаюсь, когда туда приезжал по-приимски, то есть все везде места, где или были столпотворения людей, и сотовые операторы не могли работать, либо по каким-то техническим или природным катаплизмам сотовая связь перестала работать. FireChat там начал выручать людей, тем самым набирая все больше и больше популярности. Вкратце расскажу, как работает приложение. То есть, на самом деле, я не буду углубляться в интерфейс и сильно функционал, потому что, во-первых, можете зайти на сайт opengarden.com, посмотреть все наши прекрасные ролики о работе приложения, во-вторых, так как приложение свежее, новое, и постоянно дорабатывается. Пожалуй, рассказ об интерфейсе может оказаться через какое-то время не так актуален, потому что постоянно доделываются, переделываются, улучшаются, ребята работают над интерфейсом. Условно, в FireChat, да и вообще в коммуникациях сегодня современных есть две сущности. Первая сущность – это вы сами, то есть вы как транслятор каких-то мыслей, как человек, который общается с кем-то. И есть чаты в современном, наверное, понимании, объяснить, это некие топики, некие темы. То есть про каждого из вас можно сказать, что вот есть вы там, Вася Иванов, и каждый существует из вас в каких-то топиках, темах и обсуждает. Также в FireChat есть, соответственно, публичные чаты, которые могут быть посвящены теме, событию или просто местам для общения разных людей по каким-либо интересам. И Бизонова есть вы сами пользователи. Соответственно, так как вот все, что я рассказывал технологически, то есть вот интерфейс, если вы использователи, вы можете транслировать передавать информацию большому количеству людей. Вот сейчас FireChat активно начинает использоваться в разных развивающихся странах, где проблемы с сотовой связью. Я надеюсь, сейчас получится поговорить с разными российскими ведомствами, компаниями, чтобы как-то подвинуть FireChat как способ, не знаю, может быть, экстремь взаимодействия еще каких-то. Но для меня я тут чуть-чуть отступлю. Вот когда я про массовые мероприятия, про концерты, я все это рассказывал, но по факту все эти месяцы, что я работаю в компании OpenGAD, я пользовался FireChat, когда связь есть, каналы большие, и, конечно же, для меня это стало возможностью в любой момент в реальном времени пообщаться с любой аудиторией, которая, в отличие от социальных сетей, во-первых, это те люди, которые сейчас в данный момент все это читают, они онлайн, они доступны, ты видишь, то есть это принципиально другой уровень интерактива, и это очень прикольно оказалось, несмотря на то, что, опять же, FireChat обладает функциями работы без интернета. Как FireChat работает без интернета? Все делалось для того, чтобы было максимально просто и легко, не требовало никаких настроек, никаких дополнительных телодвижений с вашей стороны. Вы включаете на телефоне Wi-Fi и Bluetooth и запускаете FireChat. Все. Дальше он делает все сам, он сам строит сеть, если он находит кого-то поблизости, он, соответственно, соединяется с этим телефоном. В случае, если много людей на какой-то определенной территории запускают FireChat, соответственно, это делает сеть полностью автономной и независимой от внешней инфраструктуры. В принципе, я понимаю, что такой флешмоб пока, во всяком случае, замутить достаточно сложно, но мне кажется, что вот в метро можно обеспечить связь без всякого Wi-Fi. Если достаточно количество людей установит FireChat, то никакого Wi-Fi не надо, наше все устройство достаточно мощное. Вы видите сейчас, когда спускаетесь в метрополитен, что все сидят в ткнувшись в устройство, и их мощности, их количество, тем более, достаточно для того, чтобы сделать независимую связь. И FireChat анонимен, мы не на... То есть сейчас нам есть регистрация и через номер телефона, и через e-mail, но мы не настаиваем ни на раскрытии вашего имени. FireChat не передает каких-либо данных в сеть, которые позволяют вас идентифицировать. И если вы сами не напишите, что вы, это вы, то, соответственно, никто об этом не узнает. Вот, собственно, так как в протестных акциях FireChat использовался, то активисты неоднократно это проверяли, и FireChat безопасен. Вот, собственно, публичные чаты нам позволяют коммуницировать, всем быстро набирать аудиторию, общаться, порадоваться. И... И вот. Смешно, что FireChat, в отличие от каких-то остальных решений, в обратном поэрке развивался, и сначала появились публичные чаты, что по факту это широковещательная рассылка на все доступные устройства. И потом появились личные сообщения, и одна из особенностей, которые получились, вот так примерно на... Сейчас вы видите изображение, примерно так выглядит сеть из наших устройств, это моделирование сети, на которых установлен FireChat, и одно из технологических решений это сделать так, чтобы личные сообщения проходили по максимально короткому пути от устройства к устройству. Личные сообщения зашифрованы, соответственно, кроме абонента, их никто не может прочитать, то есть кроме отправителя и получателя, они проходят эффективным путем, и если, например, где-то сеть обрывается, то, соответственно, ваш телефон хранит эти сообщения, и когда он в следующий раз попадает в сеть, он их пересылает дальше по цепочке. В общем, вот такая вот интересная достаточно строение сети, абсолютно новая технология, и наши телефоны могут объединяться. Мне все это понравилось, как только я про это узнал, про это интересно говорить, было очень весело, и я с большим удовольствием пользуюсь. Вот потихоньку там появляются люди, какие-то сообщества, вы можете создать свой аккаунт, надеюсь, создадите, ежедневно пользоваться, очень удобно, личные сообщения опять же работают. в ситуации, когда интернета нету, я думаю, вот сейчас распространяя ситуацию, представьте себе идеологию, у всех есть смартфоны, а сотовый оператор не пришел. Я думаю, сначала, конечно, нас ждут развивающиеся рынки, но и в скором времени, надеюсь, и с вашей помощью подтянутся и крупные города, и вообще у меня одна из мыслей, которыми я сейчас болею, это сделать глобальный московский чат. Было бы очень интересно, как люди будут общаться между собой. Опять же, мы гарантируем общение, эта история немодерируемая, там нету модераторов, каждый, условно, сам за себя, вы можете кого-нибудь забанить, могут забанить вас, и все по большому счету в публичной истории зависит от вас. Что отдельно приятно, вы знаете, сейчас нас пугают то блокировками, то еще чем-то, вот, и вообще какие-то цензурными вещами, вот, пожалуйста, Facebook, опять же, был славен банил всяких людей за размещение разных людей. Вот здесь, опять же, так как каждый является независимым звеном, то штука достаточно надежная. Очень важную вещь, хочу заметить, такой аналог, что FireChat, в отличие, то есть Facebook, это клиент к, приложение Facebook, это клиент к серверу Facebook. FireChat является полноценным клиентом и сервером одновременно, то есть вы скачали это приложение и зарегистрировались один раз и все, по большому счету, дальше вы можете быть без интернета, вот, есть у вас это приложение, это как бы клиент к тому самому воздуху, в котором есть интернет, с которого я начинал свою историю. Как я уже говорил, FireChat анонимен, подходит как для вот массового оповещения в случае мест, где, предположим, не работает связь, FireChat работает в самолете, концерте, актуально вот на праздных событиях, там диджеи выступали, чатились, в любой ситуации, где рядом много телефонов, где можно построить такую сеть, но в целом вот сейчас, вы знаете, многие пошли в тему разговоров, что надо делать P2P мессенджинг, что надо связывать устройства между собой, так что я надеюсь, тема раскачается, она просто пока еще, так как опять же мы выросли вот в иерархической топологии, в иерархическом строении, то она еще достаточно новая, не до конца понятная, и я надеюсь, раскачается, и будет актуальна не только вот в случаях, когда я перечислил массовые мероприятия или коммуникация в местах, где совсем плохо с интернетом, но и войдет в обычный обиход, потому что я подчеркну, сама возможность с военном времени чатиться и общаться с людьми очень прикольно. Вот, скачать FireChat можно по Adaiso FireChat.tc, я вам ссылочку кинул. FireChat, я сейчас дежурно рекламные вещи скажу, потому что не могу красиво все это не завершить, что забыл вещь сказать важную, что особенность сети, что в случае сотовых операторов, вообще традиционных решений, эротической топологии, чем нас больше, тем сеть хуже работает. То есть на концерте собралось много людей с телефонами, оператор загнулся. Тут наоборот, чем нас больше, тем больше устройств с FireChat, тем работает лучше и эффективнее, и быстрее. То есть чем нас больше, тем лучше и быстрее. Вот как-то так скачивайте в FireChat, и для Android он обновляется несколько чаще, а для iPhone вот жду очередное обновление, там приложение обновляется динамично, развивается, улучшается интерфейс, сейчас сделаю интеграцию с создательной книгой и многое-многое другое. Вот спасибо вам за то, что 40 минут слушали все, что я вам рассказывал, и с радостью отвечу на вопросы, если они у вас есть. Да, Антон, спасибо, действительно было интересно, вот там в чате есть первый вопрос про использование для блокчейна биткоина, можешь что-то прокомментировать по этой теме? Смотрите, как только FireChat стал набирать популярность сайти активистов и фанатов биткоина, к которым я тоже отношусь, биткоин я считаю удобно сохранить и инвестировать деньги, вообще перспективная технология, что как-то это может быть объединить. Смотрите, в данном случае это вопрос скорее там идеологических и будущего, как будет развиваться наша сеть, как будет дальше развиваться биткоин. В принципе, да, объединение с биткоином делает еще эту систему более автономной, более интересной, и по идее транзакции можно будет без интернета совершать, но я бы не хотел бы загадывать и делать каких-то утверждений. Я думаю, в будущем мы увидим много всего интересного, потому что маленькое замечание про себя скорее, после того, как я подвигал Facebook, еще там какие-то сервисы, мне стало к тебе интересно, потому что не видел я ничего такого, за что можно было бы зацепиться и что было бы следующим трендом. Я верю, что FireChat и OpenGarden это следующий тренд, поэтому так что много всего будет нового. Да, вопрос еще. Давай я буду просто озвучивать и тогда... Так, какие есть конкуренты у FireChat? Никаких. Смотрите, опять же, я не за я перечислял биографию Стаса Шелунова, потому что это меня тоже зацепило, по большому счету, потому что человек он... интересный и талантливый, и OpenGarden над этим работает уже 4 года, никаких конкурентов нету близко, сервал, который спрашивают в чате, он только под Android и работает он плохо, ну, извините, не хочу никого критиковать, или же существующие мессенджеры умеют общаться в рамках очень небольшой сети и между устройствами, но такую большую масштабную сеть, которую строим мы, собственно, на весь мир не построил даже никто и близко, но при этом я очень рад, что все начинают думать на эту тему и двигать как бы саму идею, потому что вот пока я ее только и один двигаю, а сейчас вот там Дуров что-то про P2P сказал, еще кто-то, но я не вижу конкурентов, я с одной стороны выступаю как эксперт, скажем так, а с другой стороны как сотрудник компании, мне сложно разорваться, но тут я и с вами, и с собой абсолютно честен, я не вижу каких-либо конкурентов. Ну то есть условно говоря на основании Mesh-сетей существуют какие-то другие может быть, в том числе и мессенджеры, да, но просто их масштаб меньше, да? Их масштаб, не их работоспособность увы, даже близко не стояло с работоспособностью и протоколами OpenGAD. Окей, следующий вопрос от Владимира, значит, ну, ты можешь прочитать просто большой вопрос. А, сейчас. Рассматривали ли вы довольно старое решение Кубико? Очень интересно было бы со временем планировать ли решение для роутеров. Я смотрел все эти истории, не только Кубико, там еще какие-то есть. Во-первых, оно все категорически сложное для установки, во-вторых, про воздух еще раз. Смотрите, вышка сотовой связи когда-нибудь пройдет 10 лет, вы выйдете на улицу и поймете, что вышек больше нет, они не нужны. Интернет будет или на низком уровне, это вопрос о будущем, низком уровне, то есть между нами, горизонтальной. Или, условно говоря, спутниковый. Также и роутер дома, в какой-то момент я понял, что у меня отключен домашний телефон, но такого явления, как домашний телефон, нет. Он не нужен дома, зачем, если есть интернет. Пройдет какое-то время, не быстро, потому что процесс такой медленный, и, в общем-то, роутер тоже, как явление, отпадет, поэтому делать специально что-то для роутера, тем более договариваться с производителями. Насколько я знаю, мы не думали и планов таких нет. Я еще не рассказал, у нас есть устройство под названием Greenstone, это зеленый камешек, который выполняет функцию экстендера, расширителя сети, работает от батарейки, но в целом мы скорее думали про интернет-вещей, такие там, не знаю, лампочки условные, нежели домашний роутер, которые, судьба которых достаточно, ну, сомнительно, в перспективе. Так, вопрос еще по поводу десктоп-версии, как я понимаю, вряд ли, потому что как раз идеология... Десктоп-версии не будет, смотрите, ребята, я вот констатирую, десктопы, все, конечно, для тех, кто работает, много общается и в качестве рабочего инструмента, как вот, например, Messenger Slack, это важно и нужно, но в целом мы видим своего пользователя как обладателя одного устройства, это устройство или планшет, или смартфон, оно или подключено, или подключено к интернету, просто компания не такая большая, складываться в разработку на угасающую платформу дорого, поэтому не планируем. Так, и вопрос, планируется ли передача голосовых и видео, да, или сейчас только текстовые сообщения, либо что-то еще можно передавать? Сейчас картинки, видео тоже, по-моему, можно загружать и текстовые сообщения. Чем будет выше плотность сети, тем больше мы будем расширять количество возможных услуг, и если, даже не если, а когда, то есть я тут буду оптимистичен, плотность сети будет достаточно большая, но представим себе, что там на уровне густонаселенных пунктов будет миллионы и миллионы установок. Конечно, сеть позволяет пропускать через себя большие объемы данных, и там, конечно, будет голос, за который мы тоже не будем платить, поэтому нас операторы в этом смысле очень-очень любят. Все зависит сейчас от скорости проникновения приложения, от успехов нашей команды в разных странах, и все будет. То есть существует какое-то, то есть количество вот пользователей, да, и как-то это взаимосвязано с, там, с скоростью передачи данных, да, то есть есть какой-то такой вот уровень? Да, условно говоря, когда пользователи 10, сеть небольшая, маленькая, слабая, у кого-то могут быть ошибки, у кого-то там не тот телефон, потому что понятно, что на хороших устройствах работает хорошо, на плохих не очень есть ошибки, когда этих устройств тысячи, то, соответственно, сеть быстрее, вот там был вопрос про аккумуляторы садиться, соответственно, вопрос расходования аккумулятора тоже уже отходит на второй план, то есть когда вы друг с другом чатитесь, конечно же, да, и посмотрите, кстати, на Facebook, сколько он кушает, вот, так что, чем больше будет устройств, тем сеть будет быстрее, эффективнее и круче, и тем разные интересные вещи туда можно будет запихнуть. Но FireChat не больше? Ну вот сейчас включенный Wi-Fi и Bluetooth практически скоро будет по дефолту, нет ни больше, ни меньше, у меня он очень много есть, только-то к случаю, я не могу вырваться, там сижу с кем-то общаюсь, то есть проблема расходования аккумулятора, она или достаточно небольшая и частная, это опять же, простите, если кого обидел и угрубил, вот, либо она как явление исчезнет в скором времени. Так, я просто читаю дальше вопрос, вот Кирилл пишет про тестирование, сейчас я прочитаю, так, так, так. Про манежку и тестирование. в общем, что два человека, которые рядом расположены, их не видят почему-то, а видят только созданные комнаты. Смотрите, приложение в фарма идеально работает на, ну, если вот друг с другом, на хороших устройствах, то есть можно гарантированно сказать, что там два айфона будут гарантированно общаться или там чем их больше, но, во-первых, с времен манежки все сильно было доработано и стало лучше, во-первых, я подчеркну, чем больше сеть, тем круче, и если у вас два телефона, там в каких-то случаях возможно еще не доработки, даже не сущные доработки, просто баги и ошибки, особенно с андроидами, которых миллион, они все разные, но сеть увеличивается, улучшается, качество растет, и протокол мы тоже дорабатываем, так что медленно, медленно сейчас тоже вы можете зайти, наверняка найти какой-нибудь баг, но, поверьте мне, над всем этим работой справляемся, то есть процесс очень быстро идет, и со времен всех московских событий прошло много времени, все изменилось. Владимир спрашивает, думали ли на тему предоставления сервисов в сети фарчат, ведь операторы предоставляют не только передачу текста и голоса, но и многое другое, то есть, как я понимаю, это предоставление именно мобильным операторам, что ли? Ну, я думаю, что нет, да? Я так скажу, смотрите, я смешно, опять же, подчеркну, чем мне все это весело и интересно, что некоторые слова до сих пор даже на русский язык не смогут перейти, перевести. Open Garden это софтверная сеть, это маленькое приложение, которое позволяет между устройствами строить сеть. Чем больше сеть, тем она эффективнее, и, соответственно, одна из, один из бизнесов, одно из направлений к вопросу о монетизации, которые мы можем применить, это, например, пускать в эту сеть за деньги кого-нибудь, то есть, ну, там, в случае FireChat, там все бесплатно, все хорошо, но если вы хотите воспользоваться сетью из наших устройств, сетью под управлением Open Garden, возможно, вот это будут какие-то варианты, когда кому-то будет остаться за деньги. Опять же, сейчас вот SDK и API для сети активно разрабатываются и документируются, поэтому возможно, будем работать с какими-то партнерами. Смотрите, FireChat, это не реализация протокола, будет правильно сказать, что FireChat это мессенджер, который демонстрирует возможности сети. Вот, то есть, есть сеть Open Garden, в этой сети есть FireChat, это немножко сложно и неочевидно может звучать, но в этой сети вот есть мессенджер, который как раз позволяет смотреть, как это все работает. FireChat это продукты внутри их сети. Хорошо, а что тогда еще есть, кроме FireChat в этой сети? Пока ничего, у нас сейчас переделали сайт, а так было масса приложений, которые так или иначе касались объединения устройств в единую сеть для разных операционных систем, для разных ситуаций. Сейчас, учитывая, что миллионы и миллионы пользователей оценили в разных ситуациях FireChat и сейчас такой, опять же, как я про мессенджеры говорил, восходящий тренд на мессенджеры, то сконцентрировались на разработке приложения и пока, конечно, флагманное решение FireChat и я думаю, еще в ближайшие месяцы, полгода, оно будет оставаться таким, но все, сами знаете, происходит достаточно быстро, так что можно ожидать нового. Оставайтесь на связи и мы, я надеюсь, порадуем еще чем-нибудь. Вот. А вы меня слышите? А то, по-моему, напишите в чат. Я забыл включить микрофон, да. Что я хотел спросить, да. То есть, окей, если я, например, установил приложение и, например, им неактивно пользуюсь, но оно у меня висит в трее, это помогает как-то сети самой? Да, помогает. Представим ситуацию, у вас установлено приложение, вы спустились в метро, пересеклись вот в этом радиусе, с кем-нибудь установлено, у кого оно тоже установлено, соответственно, там синхронизируются сообщения между ними и вы являетесь тоже передатчиком, вы экстендер сети, так что каждый, у кого в фоне болтается FireChat, является ходячим сервером. То есть, по сути, нужно создавать такую культуру не выключения Bluetooth, и, условно говоря, не выхода из приложения, что ли, чтобы создать более устойчивую сеть, наверное, так, да? Во-первых, приложение само будет висеть в фоне, во-вторых, на тему культуры, я бы не стал акцентировать на этом внимание, оно будет само собой, если раньше мы там что-то включали-выключали, то с повышением энергоэффективности наших устройств, просто люди будут меньше на это обращать внимания, и включенный Wi-Fi и Bluetooth будет как-то по умолчанию. То есть, пропагандировать это специально, ну, можно, конечно, хорошо, но я думаю, это случится само собой просто с ростом технологий. Отвечая на вопрос про Windows Phone, нет, пока не планируется, посмотрите, долю на рынке Windows Phone, их катастрофически мало, а опять же, для нас под маленькую платформу большие усилия разрабатывать отдельный продукт. Так, следующий вопрос, сколько человек условно на квадратный километр создает устойчивую сеть? Есть какие-то такие цифры прямо? Ну, давайте посчитаем. Один человек, это в радиусе, давайте надежно, так, 50 метров. Вот сколько нужно на квадратный километр людей, ну, сейчас я, простите, у меня математика это не совсем мой конек, но условно говоря, 100 человек на квадратный километр, вот вам и устойчивая сеть. Я могу ошибиться, но порядок, порядок примерно, да, так. Хотя на практике, если вы выглядите в окно, если вы проедете в общественном транспорте, тем более, это единственное, массовое мероприятие, это, конечно, сильно больше, чем 100 человек, потому что у каждого из нас в кармане подобное устройство. Так, я еще хочу позадавать несколько простых вопросов. например, все ли вот такие более-менее устройства на, ну, понятно, что на iOS все поддерживают, а вот на Android, то есть, ну, есть же какие-то там слабенькие устройства, они тоже, так, просто у них сигнал будет хуже, что ли, да, но они могут также участвовать, да? Да, они могут также участвовать, смотрите, с устройствами со старыми iPhone, но тоже вот новый iPhone, очевидно, что новый iPhone лучше, чем старый, я тут, как капитан очевидности, могу выступить, и в целом на старых телефонах, конечно, все работает, мы пытаемся, чтобы работало на всех-всех-всех устройствах, но обилие Android таково, что часто просто физически невозможно это сделать, и возможно какие-то вещи, конечно, так как, тем более, мы работаем много со странами третьего мира, с не самыми богатыми рынками, мы активно работаем в этом направлении, в целом, вам достаточно обычного смартфона, даже недорогого, с Wi-Fi и Bluetooth, но это тоже важный момент, посмотрите, как меняются наши смартфоны, и мощность сегодняшнего устройства, мне кажется, тоже не совсем интересной и важной точкой, потому что устройства меняются с дикой скоростью, и становится все лучше, лучше, лучше и мощнее, вот, если у вас приложение запустилось, и работает, и не вылетает никаких ошибок, значит, оно по идее должно работать, и никаких проблем нет, но опять же, подчеркну, если вы будете особенно тестировать это с маленьким количеством устройств, то возможно еще какие-то там странные эффекты, вот, когда устройств много, работает отлично, и отвечу тут вопрос в чате про синхронизацию с планшетом, опять же, на говорит, что пока мы исходим из парадигмы, что один человек, одно устройство, один аккаунт, нет синхронизации между устройствами, опять же, из-за того, что сеть такая высокотехнологичная и сложная, это выполнить будет еще сложнее, синхронизацию между устройствами, работаем, дорабатываем, но вот пока так. Вопрос вот с точки зрения безопасности еще раз. Это понятно, что сообщения все зашифрованы, да, но вот проличные сообщения, то есть когда вот сообщения проходят через сторонние устройства, все-таки есть ли какая-то возможность или уязвимость теоретически, конечно, она есть, наверное. Но, смотрите, говорить, вот, утверждать, так вот, вы знаете, все вот вообще ничего нельзя взломать и вообще все это за железным сейфом и железным замком. Я даже не стал бы в отношении Blackphone, это вот и компания Solid Circle, которая сейчас главная в области шифрованного общения, но шифруется, расшифровать нельзя, несмотря на то, что сообщение проходит через сторонние устройства, перехватывать бесполезно, расшифровывать тоже. Я рассматриваю сегодня, как это безопасный способ общения, и если получить доступ к вашему устройству, то, конечно, все прочитать можно, но перехватить нельзя, данные не передаются, все анонимно и безопасно. То есть, условно говоря, человек посредник с устройством, через которое передается, он не понимает, то есть, нельзя определить, передается или не передается, да, вот, ну, то есть, это такие технические моменты, которые... В смысле, даже если умудрится раскрывать пакеты TCP, IP, то, кроме зашифрованного мусора, вы там ничего не увидите, расшифровать, которого нельзя, потому что это N2N-шифрование. А в случае публичных чатов, они и так публичны, и, опять же, активисты какие-то скрывали, что передается между FireChat, вот вы видите, там некое абсолютно виртуальное ID сообщение, само сообщение и, собственно, все, то есть никаких таких данных нету. Это безопасно. Ну, то есть вот мы, когда регистрируемся в приложении, мы указываем свой номер телефона. Вот эта информация, она недоступна потом никому, да? Нет, недоступна. Она, понятно, хранится у нас на серверах, это сделано для облегчения регистрации, для удобства пользователей. Она... Ну, нам надо людей регистрировать как-то и считать. В целом, если вы потом пользуетесь без интернета, она никак не используется. И если, опять же, подчеркну, что если вы боитесь за свой номер телефона, если вы не хотите указывать свой настоящий имейл, укажите мне настоящий, временный, любой, просто зарегистрируйтесь любым удобным способом, и тогда уже вообще будете... И не подписывайтесь, как вас зовут, заводите виртуальный аккаунт, и тогда вам точно ничего не угрожает. А есть ли какие-то на вскидку примеры использования FireChat, например, в экстренных ситуациях, понятно, что там на бинтингах это и было, например, притушение пожаров или что-то такое? Активисты с Байкала как-то там общались, я вот смотрел, когда были пожары и его использовали. Опять же, вот вернусь к Таити, где местный IT-департамент государственный начал использовать FireChat для оповещения людей. На Филиппинах очень много пользователей, которые это используют как раз в случаях, если там что-то случается. То есть уже раз в неделю приходят новости со всех концов земного шара, что FireChat используется там-то, там-то, в тех или иных ситуациях. Они, увы, по тем или иным причинам все чаще. Так что примеров у нас более чем достаточно. ты еще говорил вот интересный пример про то, как вот, например, какая-то деревня, да, у них там нет вышки, если им раздать условно говоря устройство, и они могут общаться в FireChat, да? Если взять этот пример, а как они могут связываться с внешним миром тогда вообще? Вот все-таки тогда все-таки нужно что-то, да? С внешним миром у нас на сайте есть видео, просто если я буду рассказывать это в словах, это смешно будет очень выглядеть, но FireChat и наше устройство хранит сообщение, и если вы внутри сети, и потом одно из устройств отсоединилось от этой сети, там, человек, не знаю, мы же двигаемся, постоянно перемещаемся, вот, он переместился и попал в сеть и встретил другое устройство, он с ним синхронизировался и передал это дальше, то есть любые все возможности для передачи данных дальше, они используются. То есть как бы мы пообщались, пообщались, мы двигаемся, перемещаемся и друг с другом синхронизируемся и передаем данные, вот, то есть вы включились в сеть мгновенно, мгновенно из нее выключились, можете включиться там в другую сеть, все это происходит на автопилоте автоматом. Так, еще у меня вот какой вопрос есть, то есть если мы говорим про какие-то общие комнаты, и ты говорил о том, что было бы здорово сделать там общий чат Москвы, да, то как это выглядит, это условно говоря выглядит как чат-комната, где куча людей просто. Да, я вот говорил с цехом Москвы, надеюсь, они подтянутся, присоединятся, говорил с каналом Москва24, говорил с телеканалом Дождь. Смотрите, тут какая интересная история. Мы с вами даже в большом микрофон-чатте, все равно не можем и не будем общаться с большим количеством людей, потому что это мусор. Во-первых, вы можете видеть только тех, на кого подписаны, и от них только вам будут приходить уведомления. Во-вторых, важный момент, так как есть субъект под названием я, то есть, ну вот каждый из нас, который является участником сети, что, соответственно, если вы зашли и просто читаете, а на вас никто не будет подписываться, вы молчаливый зритель и просто выбираете тех, кого читать, от кого получать уведомления. Если вы осмысленный собеседник, вы будете получать больше подписчиков, будет больше людей вас считать, потому что в любом случае, в любом коммуникационном процессе часть людей общается, часть людей наблюдает, и общается очень маленький процент. Вот, и цель сети, чтобы, в том числе и с точки зрения чата, и с точки зрения общения, это саморегуляция и самовыстраивание. И, условно говоря, у нас с вами, у всех достаточно разные фаер-чаты, скажем так, достаточно разные интерфейсы, разный набор людей, разный набор чатов, что делает эту историю вполне себе адекватной и регулируемой. Посмотрим, как будет выглядеть московский чат, но вот чат районный может быть интересен. То есть, сейчас вот на что ваша фантазия свободна? Смотрите, одна важная еще вещь хочу заметить, что это абсолютно сеть, которую можно наполнять кем угодно. У нас есть такой слоган «Интернет – это мы». И, соответственно, каждый сам для себя, мы не в состоянии на это повлиять никак, не можем там не забанить, ничего сделать. Каждый сам для себя решает, как это в сеть используют. Есть вот примеры оповещения, это может быть онлайн-конференция, может быть какой-то чатик. Можете сидеть, просто фотографии котиков выкладывать, и на вас, я уверен, будут подписываться желающие получать этих котиков в бешеных количествах. То есть, мы сами для себя строим интернет. И физически, собственно, с помощью телефона, и вот выбирая тех, на кого подписаться, и как-то работая с теми, кто подписан на нас. Просто хочу так понять, то есть, условно говоря, если мы возьмем «Телеграм», это такие вот каналы открытые, но они все представлены в едином чате. Да, здесь публичные чаты отдельно, соответственно, если вы заходите в какой-то чат, то вам некоторое время начинают приходить уведомления, потом они автоматически отключаются. Если вы что-то впишете в чат, соответственно, вашим подписчикам тоже приходят уведомления, и они тоже потом в какой-то момент автоматически отключаются, соответственно, можете подписаться на чат и получать все уведомления. Чаты формируются как по языковому, так и по геолокационному признаку. То есть вы, скорее всего, видите, опять же, зависит от размеров сети, то, что поблизости, на русском языке, и можно зайти в какой-нибудь англоязычный чат и почитать. Сами чаты глобальные, мы просто пытаемся техническими моментами отсекать людей, чтобы было удобно и удобнее общаться. А так вот глобальные чаты и личные сообщения. Ну, то есть глобальный чат — это точка входа, получается, с одной стороны. То есть я могу выбрать незнакомых мне людей и подписаться на них, или только знакомых? Да, можно выбрать знакомых, можно незнакомых, подписаться. Вот у нас есть какое-то количество уже верифицированных пользователей, это там или медиаперсоны, или еще кто-то. Если вы такое тоже пишите, мы можем верифицировать, и тогда вы еще быстрее будете набирать аудиторию, и гарантированно ваши читатели и ваши абоненты будут знать, что это вы. Да, вот это живые чаты, то есть вы заходите, початились, пообщались, пошли в другой чатик, пообщались, объединялись личными сообщениями. Вот как-то так. И еще и маленький вопрос. Вот, по-моему, ты это постил, был обзор FireChat на сайте AppMess, и там вот внизу, значит, написано на территории России, технический домен FireChat внесен в запретный реестр. Это что значит? Это была история, когда были протесты. Ох, не люблю я на эту тему говорить. Ну, просто... А нет, это я так, это я про себя, скорее не про вебинар, потому что, на самом деле, от протестной темы пытаемся как-то отходить, то просто прокуратура так бесилась и испугалась, что блокировала все подойдет. Но заблокировали они наш домен, но на работоспособность сети это никак не повлияло, потому что я подчеркнул, блокировать FireChat невозможно и бесполезно. Ну, заблокировали, потом разблокировали. Чат как работал, так и работал. То есть, именно сайт, да, был просто про FireChat, был заблокирован? Вот у нас там есть регистрационный домен, ну, куда вот, когда вы регистрируетесь, соответственно, мы все-таки используем какие-то сервера. Вот это они заблокировали, но никак не повлияло, не помогло Роскомнадзору и прокуратуре что-то с этим сделать. Вот сейчас все разблокировано. Я думаю, попыток не будет в дальнейших. Если будут, то, ну, озаботитесь, пораньше скачайте FireChat, пораньше зарегистрируйтесь, чтобы до конца уже сделать все действия властей достаточно бессмысленными. По-моему, в остальных странах уже плюнули на это дело, потому что, ну, нельзя. Так, я не помню, отвечал ты на вопрос или нет. Чаты модерируются? Нет, чаты не модерируются. Вы сами себе хозяин, вы делаете, что хотите. Можно все. Вот мы практически не можем на это никак... Ну, мы в качестве администрации, имеется в виду, сервиса. Никак не можем на это повлиять. Вы автономны, каждый сам за себя и каждый единое целое вместе. То есть если по каким-то причинам что-то не устраивает, человек просто выходит? Или отписывается, я имею в виду, от какого-то чата, допустим? Да, смотрите, мы сами себе выбираем круг общения, кого читать, кого не читать. Если вам не нравится пользователь, вы можете его забанить, он вас не будет читать. Вот там вопрос модератора чата его создать. Нет, любой чат, который создается или через хэштег, то есть набираете хэштег, название чата, он автоматически создается. Чаты в больших количествах, соответственно, генерируются. У них нет модераторов, любой может зайти, или он будет создан новый, если до этого не был. Либо зайдете в старые существующие. То есть вы сами регулируете себе советы общения. То есть это такая эволюция, выживая только сильнейшие, наверное, чаты? Нет, во-первых, выживают, естественно, те, ну, с коммуникационной точки зрения, кого интересно читать и кто полезен окружающему миру, или, ну, он думает, что полезен. Вот. И те, кто комфортно регулирует свою совету общения. У нас есть там какие-то, естественно, антиспаймерские инструменты. Технически помешать работе чатов достаточно сложно. Опять же, все это дорабатывается. Но в целом, да, это территория свободы. Так, Владимир сейчас спрашивает, есть как таковые комнаты, отсутствуют? Вот в последних версиях под iOS и Android, как раз я сейчас запущу, там именно чаты. Вот. И, ну, можно их назвать темами. Вот public chat rooms. Это одновременно могут быть и темы, и чаты, как вам удобнее их называть. Вот. На вид для меня это комнаты, например. Ну, пусть будут темы. Опять же, смотрите, я подчеркнул, что чем больше будет людей, тем больше будет насыщение самой платформы, тем более с каждой, с персональной стороны, будет более эффективное фильтрование. Да, вот к вопросу о фильтрах. Вы можете читать весь поток, если там очень много мусора и очень много людей переключиться в режим подписки. Соответственно, будете видеть только тех, на кого вы подписаны. Наверное, один из последних вопросов. Примерное количество пользователей в России. Есть такая цифра? Примерно, ну, я думаю, стремимся, я надеюсь, там, к полумиллиону человек. Но это неофициально я вам сейчас говорю, потому что, когда в мае я начинал, в России было более 300 тысяч, потом у нас был крупный релиз по личным сообщениям, то есть тоже дало какое-то количество пользователей. Сейчас FireChat, в том числе и с помощью моих каких-то усилий, и спасибо вам за этот вебинар отдельное, что в том числе и благодаря вот такому событию будет как-то распространяться, и количество пользователей будет увеличиваться. Пока мы крупных анонсов не делали, но как только будет что сказать, мы непременно скажем. Документация, отвечая на вопрос, когда-нибудь будет доступна, пишут, делают, на все не всегда не хватает сил. Очень динамично растем, поэтому какие-то вещи не успеваем. Здорово. Ну, я думаю, что если вопросов больше нет, мы можем заканчивать, потому что достаточно уже так долго поговорили, действительно было интересно. Я вот лично сам действительно тоже попробую попользоваться, и все-таки нам, как вот теплица, интересно применение с точки зрения вот некоммерческих организаций или каких-то там... Вы заводите аккаунт, вы можете коммуницировать со своей аудиторией, оповещать вот о, не знаю, вебинарах, проводить какие-то чаты, трансляции, общаться с людьми и всячески самостоятельно строить и наполнять эту сеть тем, чем вы считаете нужным. Вот от котиков до НКО и любых других организаций. Здорово. Ну, в общем, еще раз спасибо тебе, Антон, и вам спасибо большое, очень было приятно.